В Караганде растет число бездомных собак. Об этом говорят жители города, зоозащитники и ветеринарные фельдшеры. Два года назад Казахстан отказался от негуманной практики отстрела животных. По закону умерщвлять разрешается только неизлечимо больных и агрессивных собак. Остальных нужно стерилизовать, вакцинировать и отпускать. Однако опознавательный знак, что животное стоит на учете, в Караганде имеет чуть больше тысячи бездомных собак. Марина Золотарева продолжит. Красавца Тобета зоозащитникам передали полицейские. Собака казахской породы, которую президент поручил восстанавливать, бродила по улицам города, пугая прохожих. Пес домашний у него был ошейней. Уже месяц казахский волкодав сидит в питомнике в заперти, а волонтеры ищут хозяина. Работа по чипированию домашних животных провалена, говорят зоозащитники. Разъяснительная работа, предусмотренная законом, как не велась, так и не ведется. Вы где-нибудь увидели в открытом доступе информацию о том, куда обращаться? Поэтому мы имеем, как имели, огромное количество алабаев, табетов, тазы, стаффордов, питбулей, других собак, относящихся к особой ответственности владельца, носящихся по улице, владельцев найти и наказать невозможно. Социальная напряженность растет, количество бездомных собак растет, ответственность по-прежнему нулевая, закон не работает. Каждый день в ветеринарную станцию Карганды от горожан поступает не меньше пяти звонков с жалобами на бездомных животных. Страшную статистику обнародовало Министерство просвещения. В прошлом году от бродячих собак пострадали 80 жителей Казахстана, три ребенка погибли. Депутаты задумываются о пересмотре нового закона проекта. Много жалоб поступает мне и моим коллегам. Люди сообщают о собачьих стаях у школ и детских садов. Думаю, что новый закон существующую ситуацию только усугубил. Даже если бродячих собак отлавливают, стерилизуют и вакцинируют, потом их выпускают обратно на улицы. Вакцина действует год. Где гарантия, что животные завтра не будут опасны для человека? Точное число бродячих собак в Карганде неизвестно. Учет начался с сентября прошлого года. Так как пункта временного содержания в городе еще не было, отловом вакцинации и стерилизацией занимались сотрудники ветеринарной станции. Операции проводили в частных ветклиниках. На сегодняшний день паспорт получили чуть больше тысячи четвероногих беспризорников. По итогам года, после трех проведенных конкурсных процедур, потенциальных поставщиков по временному содержанию бездомных собак, а также в некоторых городах по стерилизации вакцинации, конкурса не были осуществлены. Соответственно, бюджет был возвращен 108 миллионов тенгей. Мы работу провели на 38 миллионов тенгей. У нас был план 2000. И, соответственно, мы 1008 из этого числа, 1008 голов, провели стерилизацию, вакцинацию, идентификацию. А это долгожданный пункт временного содержания в Карганде. Теперь здесь собак будут стерилизовать, прививать, от бешенства и берковать. Тут могут поместиться 24 собаки. Однако мест должно быть как минимум в 5 раз больше, говорят ветеринарные фельдшеры. Да и открытые вольеры не позволяют проводить операции в холодный период. Специалисты просто теряют время. Зима как раз сейчас, гон идет. Собак с каждым днем увеличивается неимоверно. Агрессивных собак много, укусов очень много. Мы оперировать не будем, пока не потеплеет. Хотя бы два ряда бы клеток утепленные сделали бы, ангарного типа, чтобы могли мы и зимой этим заниматься. Пока ветеринарные фельдшеры Карганды мечтают о европейских стандартах, специалисты других населенных пунктов не имеют никаких помещений. Пункты временного содержания животных пока есть только в четырех районах области, в Карганде и Каркаролинске. Хотя для того, чтобы новый закон работал, они должны быть во всех городах и районных центрах. Марина Золотарева, Сайрана Камбаев, Зарина Зулпыхар, Карганда, 24КЗ.